Дорогие друзья, роль специализированных упражнений в арбрестлингу велика. Прежде всего, эти специализированные упражнения связаны тоже со специальными приспособлениями, ручками разного рода, петлями и тому подобное. Сегодня я хочу вам представить очень интересную одну вещь. Это моя новая ручка, которая дает возможности развить поочередности нижнюю часть ладони, то есть, те два пальца безымянные и мизинные, и, соответственно, два верхних пальца, указательных и средних. Принцип действия этой ручки и принцип выполнения упражнений благодаря этой ручке. Естественно, эта ручка цепляется к регулированному блоку. И теперь посмотрите, какая картина. Мы свой захват ручки производим вот таким образом. То есть, линия самого захвата и руки, которая захватывает эту ручку, приблизительно под углом 110 градусов. При выполнении упражнений, вся нагрузка концентрируется на вот этих два нижних пальца, то есть, мизинный и безымянный. В свою очередь, пальцы указательный и средний, они участвуют в движении, как фиксаторы. То есть, на них нагрузка идет гораздо меньше, чем на два малых пальца. Крюковики должны использовать это упражнение и эту ручку в своем арсенале практически за каждым разом, когда выполняют упражнение на регулированном блоке. Еще раз обращаю внимание. Два пальца у нас более свободные, а работают мизинный и безымянный пальцы. Но, выполняя упражнение только на мизинный и безымянный палец, нужно не забывать о том, что не все спортсмены борются в крюк, а роль указательного и среднего пальца, ворвать мизинный, тоже достаточно важна. Поэтому, эта ручка сделана таким образом, что ее, именно хват, можно заменить местами. Это делается довольно просто и удобно. И теперь мы имеем толстую часть наверху, а узкую часть внизу. Тем самым, выполняя то же самое упражнение, то же самое движение. Напрягаем указательный палец и средний, а мизинный палец и безымянный в фиксирующем режиме. Хорошо это упражнение выполнять на угле относительно стола. Вот. Около 35-40 градусов. Тогда мы выполняем это движение или вот так, то есть первичное движение при борьбе вверхом. Или вот так. Когда нам нужно напрячь не только пальцы, но и подключить к этому еще локтевые связки руки.